Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие Господи, братья и сестры, второй день праздника Святой Троицы, и мы чтим Всесвятаго Духа Утешителя, которого Господь послал святым своим ученикам и апостолам в далеком от нас городе Иерусалиме, в Сионской горнице. Но плоды этого неспослания Духа, они распространились на весь мир. Потому что апостолы получили особый дар от Господа говорить на других языках. Об этом мы читаем в книге «Деяния святых апостолов». Разные люди, которые пришли в Иерусалим в те дни, удивлялись и говорили, когда они услышали, что происходит, как эти люди, будучи галилейскими рыбаками, которые ничего, как говорят нас в народе, дальше своего носа не видели, дальше своей деревни не видели, они говорят разными наречиями, разными языками из тех стран, из которых мы приехали, собрались на поклонение в Иерусалим. И сегодня мы вспоминаем такие чудесные слова, которыми пронизано наше православное богослужение, потому что все наше православное богослужение – это гимн Святой Троицы. Мы чествуем Бога Отца, прославляем Бога Сына, и молимся во время наших богослужений и призываем Святого Духа Утешителя. Святым Духом, говорим мы, всякая душа живится и чистотой возвышается. Дух Твой благий, молимся мы вместе с псалмопевцем, наставит меня на землю правую, то есть на добрую жизнь, на добрый путь, на правильный путь. И все люди, которые вот как-то поверили в Господа нашего Иисуса Христа, в то, что Он был совершенным Богом и совершенным человеком, кто Его любили, вот те поколения, которые жили до нас, для них всех Дух Святой был вот именно дыханием жизни. Мне вспоминается такой очень личный эпизод, который произошел год назад, когда в праздник Святого Духа я посетил один греческий монастырь. Так получилось, что на Святую Троицу мы совершили богослужение, ночью сел в самолет и улетел. Вот, замечательный монастырь, который находится в Аттике, в Греции, настоятель его архимандрит Тимофей, может быть, кто-то читал мои воспоминания об этом старце. Вот, и монастырь, который устроил его духовник, архимандрит Херувим, как раз и носит наименование Святого Духа Утешителя, монастырь Параклита, то есть Святого Духа. И вот так получилось, что когда прилетел в Афины, так сказать, добрался до монастыря, как раз попал на архиерийское богослужение. Шла благовейная служба, монастырь, монастырь служит по афонскому уставу, поэтому женщин туда в монастырь не пускали. Вот они молились за воротами, там трансляция, динамики. Ну, а мужчины молились с братьями вместе. И вот мне запомнилось, как и епископ греческий вышел на проповедь. Конечно, я ничего не понял в греческой проповеди, но несколько раз во время проповеди он упоминал не кого-то из греческих святых. Он упоминал даже не кого-то из сиренских святых. Несколько раз на проповеди он вспоминал преподобного Серафима Саровского. Вот, именно потому, что преподобный Серафим, как мы с вами знаем, и тоже является у нас таким, как бы, песнопевцем, прославлятелем Духа Святаго. Именно через него Господь открыл нам такую дивную, дивную, как бы, истину о том, что цель и смысл христианской жизни заключается в стяжании Духа Святаго Божия, в приобретении Духа Святаго. Цель христианской жизни заключается не только в том, чтобы нам бороться с теми огнедыщущими драконами, которые периодически вылезают из нашего, так сказать, из нашей души, из нашего сознания или подсознания, или еще откуда-то. Священное Писание нам говорит на эту тему очень просто. «Уклонись от зла и сотвори благо». Делай добрые дела. Как завещал преподобный Серафим, делай те дела, которые тебе больше благодати Святого Духа приносят. «Как же это так, ваше боголюбие?» спрашивал тогда Матаюф. «Ну как же, вот так вот». Мы вот, например, из курских купцов были. Вот предприниматели, как бы, они чем торгуют? Вот сейчас вот, чем стали торговать в самом начале, так сказать, пандемии? Правильно. Все умные люди, они стали торговать масками, да. Я помню, что в начале всего этого, то, что у нас было два месяца назад, мы даже купили какое-то количество масок за 90 рублей. А других не было просто, да. Вот. Вот это были такие предприниматели, которые нащупали свою золотую жилу и, так сказать, обогащались за счет, так сказать, вот несчастья других людей. Я говорю здесь ни в коем случае не в суд, не во осуждение, а как некая картинка, да. То есть сыны, как об этом говорит нам Священное Писание, Господь наш говорит, «сыны века сего, догадливые сынов света в своем роде». И вот преподобный Серафим Саровский говорит, «обращайте внимание на таких людей, и то, что они делают в жизни временной, вы повторяете в жизни вечной». Вот какие вам больше, что вам приносит больше утешения, больше даров Святого Духа? Кому-то пост, кому-то милостыня, кому-то чтение Священного Писания, у кого от чего загорается сердце. Но прежде и больше всего, говорил преподобный Серафим, это молитва. Она всегда приносит больше всего даров Святого Духа, поэтому каждый, кто как может, в ту меру, которую Господь ему положил. Кому-то, слава Богу, утром и вечером молитву Отче наш прочитал, уже слава Богу. Кому-то нужно несколько канонов и писалки прочитать, тоже хорошо. Одна молитва у человека, который одинокий, другая молитва у человека, который обременен большой семьей. Одна молитва у многодетной мамы, с маленькими детьми, другая молитва монаха в отдаленной пустыне. Но всех нас обращение к Богу объединяет в ту церковь, которую создал Господь наш Иисус Христос. В ту церковь, день рождения которой мы сегодня празднуем. В ту церковь, частичками которой мы с вами являемся. Стоим ли мы в Доме Божьем, или находимся по какой-то причине в своем доме, в своей, так сказать, затворившейся квартирке. Да, вот сейчас такие непростые времена у нас. Поэтому, дорогие мои, я вас всех поздравляю с днем рождения нашей Матери Церкви. Я всем желаю даров Святого Духа, которые прежде и больше всего выражаются в том, что душа человека умеряется. Умеряется. И мы чувствуем в душе тот мир душевный, которого окружающий мир дать нам не может. Тот мир, который мы не можем ниоткуда почерпнуть, не посмотрев хороший фильм, не послушав хорошую песню, не сходив на хороший концерт, вот, а только через духовные упражнения, через чтение Священного Писания, через молитву, через общение с благочестивым человеком, через чтение книг духовных, через которые мы общаемся с теми праведниками, которых нет рядом с нами. Да, ушел отец Иоанн Крестьянкин, ушел архимандрит Кирилл Павлов, ушли многие другие праведники и святые отцы, но их дух, он сохранился в тех книгах, которые они написали. И завершая, как бы, наше с вами вот такое общение, монастырь Параклита, он замечательное место, и отец Тимофей, о здравии которого я сегодня тоже молился во время литургии, замечательный человек, который всю свою сознательную жизнь отдал на просвещение народа Божия. Сначала в 90-х годах он печатал в Греции книги на русском языке и присылал их в Россию. И в том числе я был воспитан на чтении тех книг, которые он присылал. Я до сих пор помню все их названия, которые были в посылке, которые он мне прислал. Но времена изменились, и уже в наше время отец Тимофей занимается тем, что переводит с русского языка на греческий творение русских святых отцов. Например, он перевел все собрание сочинений святителя Игнатия Бринчанинова. И не только перевел, но и издал его, для того, чтобы греческий народ назидался словами русских подвижников веры и благочестия. Мы вот тоже как бы Грецией увлекаемся, еще там, и Иерусалимом, а как бы, так сказать, а греки сами переводят русских святых отцов, читают их, назидаются и получают дары Святого Духа. Чего и вам, мои дорогие, искренне желаю Божьей помощи на многое лето.